Привет, я Требуарно. Вантушечек вышел новое видося, называется, короче говоря, 100 дней путешествую во времени 2. Давайте его глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое, поехали. Ты куда скипетр царский дел окаянный? В жопу засунул ты мой окаянный. Минутку, шапка Мономаха, царский скипетр, грозный вид. Иван Грозный? Царь тут же приказал схватить меня и казнить за кражу. Не успел я ничего сказать, как меня тут же вытащили на улицу. Привили на место казни и поставили на колени. Я стал молить о пощаде, но палач занёс топор и тут же... Если тут же что? Если ты даже голову не нагнул, он тебя что, просто в черепушку захотел ударить? Короче говоря, 100 дней путешествую. Короче говоря, конец. Ту во времени, часть 2. Я с ужасом открыл глаза. Скорей потрогал свою голову, она была прикреплена к туловищу. Фух, я стоял на том же самом месте, где и появился. Она и так была бы прикреплена, потому что шея была не нагода-не нагода-не нагода-то. В царской Руси. Так это оказывается так работает? После казни меня просто переместило в начало пути. А, серьезно? Надо нельзя терять голову. Чё-то как-то слишком, по-моему, это... Легко, блядь. Какого хрена? Надо скорее вернуться в свое время. И тут я увидел этого таинственного гада. Меня же из-за него казнили. Надо его опередить и не дать ему украсть царскую реликвию. Скорей забежал в хором Ивана Грозного и нашел скипетр. Тут же за мной забежал этот таинственный гад. И сердито посмотрел на него. Пизда тебе. И это просто типа это, что ли, теперь будет как его... Ааа... День сурка? ...сможет украсть царский скипетр. Он хриплым голосом ответил, что я все равно не смогу помешать его планам. Тут же в хоромы зашел Иван Грозный. Таинственный гад надел кепку времени и тут же телепортировал... В смысле я не надел? Она на нем и была. Я тоже надел кепку и телепортировался в свою реальность. Всё, с меня... Блядь, Грозный охуел и реальность изменилась. Хватит. Буду считать, что я выполнил свое предназначение. Да ты чуть не сдох. Путешествие во времени в последнее время, это какая-то жесть. Пожалуй, пора... Да мне кажется, это всегда было жестью. Прекращать. Спустя несколько дней я сидел на диване и кайфовал. Тут в мою дверь постучали. Блин, опять Серега прислал фотки с отдыха. Но этот курьер передал мне какой-то необычный конверт. Внутри лежало приглашение. Чего? Меня приглашают на работу. Контролером времени. Нихрена себе, неплохо. Да фиг... Потому что он помог это, как его, спасти скипетр. Хотя на самом деле он там сдох. Какого фига вообще, я не понимаю, как это работает? Блядь, геологически. Геологически. Хотя, о чём я говорю, это же вонду. Круто. Ну круто же. Кроме того, в приглашении было указано, где находится их главный офис. Я недолго думая отправился на место. Это было какое-то ничем не примечательное здание. Ну ладно, глядь. На днище просткий офис. Что внутри? Открыл дверь. И тут же попал в какое-то большое помещение. Стос переместился, блядь. Просто вау. Нормально, всё в кепку. Очень много людей. А наверху большое табло, как в аэропорту. Но только вместо направлений полёта были разные временные эпохи. Обалдеть. И тут я услышал, что меня направляют в кабинет 18Р. Я зашёл внутрь, и передо мной возникла голограмма. Ой, нифига себе. Это чё, уже ему рабочее место сделали, что ли? Наша компания по производству кепок времени берёт своё начало в 2077 году. А как вы здесь оказались? Именно тогда учёные изобрели технологию перемещения во времени. А мы, в свою очередь, поместили её во всеми привычные головные уборы кепки. Далее наша компания открыла свои филиалы по продаже кепок в четырёх временных отрезках. В 21 веке, в 5 веке, в 3 веке. В 5 веке покупают кепки? Подожди, я даже не знаю об этом. В 4 веке и в 1 веке до нашей эры. Наши кепки стали настолько популярны. А нахер на? Реально, в прошлом я не понимаю. Ладно, что вскоре нам пришлось организовать специальную службу контролёров времени для поддержания порядка и контроля над путешественниками. Отныне вы тоже часть нашей команды. Уже? Я даже ещё пока не подписал ничего. Добро пожаловать, Роман. Как классно! Тут в мой кабинет... Как-то быстро они его устроили, слушай, да, даже без собеседования. Пошёл тот самый контролёр времени из СССР, который был там таксистом. Я был очень рад его видеть. Оказалось, что его зовут Саша. Он сказал, что порекомендовал меня на эту должность, потому что я проявил себя как... А я думал, порекомендовали после того, как этот, ну, после Грозного. Опытный путешественник во времени. Что же, это очень большая ч... Опытный, его убили давно. Казалось, что меня назначили контролёром на времена Англии 18 века. Это прикольно. Так функционирует этот необычный рабочий стол. Далее показал кепку времени, которая отвечает за порученное мне время. Она в вешалке рядом висела пара необходимых костюмов. Всего-то два? А что, так мало? Блин, постоянно одно и то уже носите скукать. Скорее мой коллега ушёл, а я приступил к новой работе. Посмотрел, сколько путешественников сейчас находятся в порученной мне Англии 18 века. Оказалось, всего трое. Ну, думаю, я точно справлюсь. И тут у меня... Такси, правда, там нету, блядь, нормального. Там вылезло уведомление, что одного из них по имени Виктор Абью или в розыск. Ну вот неужто нельзя себе нормально вести и не влезли... Действительно, блядь, кто бы говорил. Ладно, похоже, мне придётся вмешаться. Надел на руку часы, которые позволят мне воспринимать речь жителей той эпохи. Затем переодился в подходящую одежду и нажал на кнопку на к... Подходящая одежда, блядь, с кепкой. Блядь, выглядит просто восхитительно. Кепки. Тут же появился на одной из улиц Лондона 18 века. Хе-хе-хе, блядь, ну смотрите, какой прикидан. Мои перемещения по времени продолжаются, я уже 34 дня путешествую во времени. Ладно, надо бы отыскать этого нарушителя. Блин, кеп, он просто положил как-то её... Как? Если бы я в подушке так вот что-то держал, было бы неудобно ходить. Надавать ему по шапке. Ну, то есть по кепке. Интересно, за что вообще его объявили в розыск? Пошёл на поиск. А там не написано было у тебя? И зацепок. Прошло около недели, как вдруг на одной из стен я увидел плакат с его физиономией. Сорвал его и принялся отчитать, за что этого негодяя хотели. А это там опять стоит. За покушение на короля Георга Первого. Да хрена ты это сделал? Он вообще с ума сошёл. Ну, я его задам. Оставалось только его найти. Вопрос, да? Держите его! Он хотел убить короля! Так, всё, я стал очистительным за ними. Мы его подопечного задержали и куда-то поволокли. Вскоре я понял, что это что-то наподобие местной полиции. Зашёл внутрь и заявил, что я начальник гвардейской охраны его велик. Да, и прям тебе поверили сразу, да? Чувствую меня прислал лично король Георг Первый, что я бы допросил преступника. И вот мы сидели один на один с этим Виктором. Он был... Где твоя кепка, дурак? ...сильно напуган. Я сообщил ему, что я контролёр времени и помогу ему выбраться. Он расслабился. Далее я стал выяснять, зачем он хотел... А может быть вы всё-таки выберетесь, а потом уже в вашем времени вы поговорите об этом, а? ...покончить его величество. Оказалось, что он не специально. Как это может быть? Как оказалось, в тот день Виктор шёл, как ни в чём не бывало, осматривая красивые улочки Лондона. Но тут подул ветер, и его прекрасная треуголка оказалась на земле. Не, блядь, и он стоит, и её не поднимает. Я такой, блядь, лежит, чё делать? Я падить не могу, тяжело. Он наклонился, чтобы её поднять. Но так как костюм был не по размеру, пуговица на его брюках отскочила. А мимо, как назло, ехал его величество в Букингемский дворец. Пуговица с большущей скоростью отлетела в открытое окно кареты прям... Это чё, это кламп? ...глаз Георгу Первому. Ооо, вот это совпадение, блядь. Ментально оценив ситуацию, Виктор решил как можно скорее скрыться с места. Далее он несколько дней не высовывал носа и сидел под одним из мостов у реки Темзы. Я едва сдерживал смех. Ааа, где кепка? Боже, Виктор просто выиграл в номинации неудачный года. Я... Да-да-да. Пасел, где его кепка времени? А если бы его к...нули, это было бы точно, блин, это главная победа к лауреат премии Дарвина. Он ответил, что как только переместился сюда, спрятал её возле лавки сапожника на Blackwater Street. А констабль догнал его как раз, когда он шёл за ней. Вот почему было не взять её с собой? Ну просто гений. Сказал констаблю, что у меня обеденный перерыв. Я пойду выпью чай и вернусь, чтобы закончить допрос. Отыскал кепку Виктора. А его уже убили, да? Я вскоре вернулся обратно. Мы поскорее надели кепки времени и нажали на кнопки. А чуть-чуть в 2024 году... Повезло же, чуваку, блин, а? Я не понял, а почему Виктор приместился сюда со мной? Вообще-то он живёт в другом городе. Я написал техническому отделу и попросил решить этот вопрос. Они забрали кепку времени Виктора, сообщили, что разберутся и всё исправят уже... Сейчас тебе купим уже этот билет на самолёт, прилетишь себе в город, да? К завтрашнему дню. Ну а пока Виктору надо где-то переночевать. Так как ошибка произошла по нашей вине, я тут же открыл отелло. Стал искать для Виктора... А почему ты делаешь это, а не какой-нибудь другой человек повыше, блин? Хорошее место для ночлега. Благо, с этим проблем не возник. Сука. Попросил отель с завтраками недалеко отсюда. Спасибо. Я применил пиле и отправил в него Виктора. А сам буду завершать этот рабочий день. Тут ко мне зашёл Саша и сообщил, что начальство удивлено, как я так быстро вылился в процесс и сразу же разрулил проблему в Англии. Ну так, он уже, блин, опытный путешественник во времени, поэтому, естественно, у него всё намазили. Да ну что ты, хватит меня хвалить. Хотя не, продолжай. Также сказал, что в связи с этим мне поручают более сложный период времени. Ну-ка. Уже? Бл***ь, только один одно дело сделал. Может быть, дайди ему нормально, блин, освоиться сначала на работе. Я знаю, на следующий день я уже отвечал за времена Дикого Запада. Это был другой кабинет с другими костюмами. Что ж, посмотрим, сколько... Туда-сюда будет по кабинетам ездить, да, блядь? Расставил такой все свои фотографии, потом обратно переносил. Пиши о свиняков у нас на Диком Западе. 589. Нихуя. Охренеть. Это что-то слишком много, с 3 до 5500. Нет, это же за всеми надо уследить. На моём экране вылезло сразу 8 уведомлений о нарушении правил временной эпохи. Я похрустел костяшками пальцев и достал револьвер. Похоже, для меня есть работёнка. Надел костюм ковбоя и нажал на кнопку. Не, ну вот это сейчас кепка нормально выглядит. Твои кепки. Я появился на краю какого-то каньона. И это уже мой 46-й день путешествия во времени. Чёрт бы побрал этих путешественников во времени. Я тут же отправил... Так ты сам таким был. ...за ближайший город выручать этих пронер. Первого я буквально вытащил из петли, попутно отстреливаясь от законника. За Рома помог достать стрелу и дельцев из ноги забинтовал... Какая-то маленькая стрела. А может, просто переместишь его и пусть там его лечат? Я забрал ящик виски, чтобы он окончательно не спился. Четвёртый, пятый и шестой на мою удачу были вместе. Хотя они сидели за решёткой у шерифа Клиффа Бэтчера. И за несколько долларов он с радостью выпустил этих нарушителей. А, доллары какие? Новые, да? Седьмому пришлось не сладко, ведь его придавило мешком с солью. Так прошла целая не... А чё, скинуть ему? Иделя на диком запах... Это какой-то прикол, который я не понял. И выходит, что я уже 50-й день путешествую во времени. Но вот восьмого нарушителя отыскать здесь мне никак не удавалось. В баре мне на ушко шепнули, что видели какого-то странного парня недалеко от резервации индейцев. Я отправился на его поиски. Встретился с индейцем по имени Быстрый Орёл. Он отправил меня к ветхому скунцу. Тот послал к ласковому червю. Как... Каймер. Да я уже пришёл к смелому лососю, то не выдержал и разил ему пистолетом. Пусть только попробуют отправить меня к следующему. Индейц как на духу рассказал, что этот странный белокожий заходил к ним и узнавал про... Блять, просто посиди, и не прошёлся. Мне нам просто скучно, блин, никто не приходит, не с кем поговорить, все дети жили. Про золотой прииск неподалёку. Понятно, золотая лихорадка продолжается. Попросил индейца показать мне дорогу, и мы отправились на поиски путешественника во времени. Когда мы дошли до небольшой речушки, индейец сообщил, что нам надо на тот берег. Ну ладно, переплывём. Но смелый лосось сказал, что не умеет плавать. Так лосось или нет? Всё серьёзно? Придётся двигать обход. Несколько дней мы обходили эту реку. Ебать, несколько дней? Я спросил, неужели не было никакого моста? Смелый лосось сказал, что конечно был. Просто он боится высоты. Да как им вообще дают их... Каким вы, какой высоты? Имена. И вот на 54-й день моих путешествий во времени мы дошли до золотого при... Пиздец, блин. Тут же увидели, что неподалёку к дереву был привязан мужчина. Смелый лосось сказал, что это тот, кого мы ищем. Мы подбежали и принялись... И как долго он там уже был привязан, блин, мне кажется, ему хана уже должна была быть не... Он пришёл в себя, и я скорее дал ему попить. Затем он рассказал, что нашёл невероятного размера кусок золота. Но тут же на лошади прискакал какой-то бандит. Стал угрожать и отобрал самородок. Затем привязал его к дереву, чтобы он не смог сдать его шерифу. Всё понятно. Хорошо, что хоть жив остался. Мы поблагодарили индейца, после чего я дал ему немного денег и отправил обратно. Что такое, блядь? Ты же его уже потерять. Своего последнего проблемного путешественника я тоже отправил своё время. Ну и сам, пожалуй, задерживаться не стану. Поскорее надел кепку времени и отправился во своя си. Вернулся обратно после всех этих передряг. Ух, это было не просто смело, это было капец как смело. Ну да, ты теперь смелый лосось. Переязался в привычную одежду и принялся заканчивать свою рабочую смену на сегодня. Но тут ко мне пришло уведомление из технического отдела. Там сообщалось, что проблему с телепортацией решили, и Виктор уже вернулся домой. Отлично. Но тут ко мне забежал растерянный Саша. Блядь, чё случилось опять? Почему к нему прибегают? Он вообще новенький. Коже, что-то случилось. Мы скорее отправились к нему в кабинет. Саша стал рассказывать, что недавно его перевели на времена Франции 60-х, и у него сразу такой большой косяк. Он тут же показал свой рабочий стол. У него висело 503 уведомления о нарушении правил в рюк. О, я себе чё-то как-то много, бля, всего сколько там людей. Ну, эпохи. Охренеть. Это теперь ему надо найти 503-х человек и всё исправить. Но Саша сказал, что не 503-х, а всего лишь одного. То есть все эти нарушения от этого... О, это тот челик. У путешественника он показал мне фото этого человека. Так это же тот самый таинственный гад, из-за которого у меня были проблемы. Саша спросил я, что его знаю? Я ответил, что встречал его раньше. Саша попросил меня помочь ему, пока начальство не узнало, что он допустил такой косяк. А почему начальство об этом не узнает, блин? Они чё за этим всем не сидят? Я думаю, это как бы всё объединено. Да, конечно. Мы тут же переоделись в одежду Франции 60-х, надели свои кепки и нажали на кнопки. Появились посреди какой-то разно... Такое, блядь. Блядь, кукольный домик. Цветной квартирки. Так и пошёл мой 55-й день путешествия во времени. Всё вокруг выглядело интересно. Жаль, у нас не так много времени, чтобы оценить эту эпоху. Но я успел съесть парочку свежих круассан. Круассан. Затем включили местное парижское радио. И тут мы услышали пугающие новости. Череда преступлений неизвестного анархиста продолжает. Нифига себе, какой чисто голос-то, блядь, в 60-х годах-то было. Вчера вечером он поджёг Эфелеву башню, а сегодня утром им были уничтожены старейшие произведения искусств в Лувре. Эфир прервали срочной новостью. Таинственный анархист ворвался в редакцию газеты «Париж Пресс» и взял в заложники главного редактора. Нифига я не пью, интересно, ему всё это надо, а? Ну, уже это и есть наш путешественник. Саша спросил, для чего он вообще это делает. Я сказал, что понятия им не имею. Но когда я впервые встретил его, он пытался выкрасть скипетр Ивана Грозного в царской Руси 16-го века. Своими действиями он будто хочет изменить привычный ход истории. Мы скорее отправились в редакцию газеты, о которой... Да я вам 100% бы уже изменил, раз 508 нарушений сделал. Нашла речь по радио. С большим трудом незаметно пробрались внутрь и забежали в кабинет редактора. Внутри уже стоял этот гад устанавливал... Как-то долго он там стоял. В бомбу, а на полу без сознания лежал редактор газеты. Анархист хриплым голосом сказал, что ждал, когда мы его догоним. И добавил, что заложил здесь бомбу, которая взорвется уже через 60 секунд. Я почти крича спросил, для чего он всё это делает. Может, пойдём, чтобы разреживать её, блин, и спрашивать. А ты разве сам не знаешь? А это типа он? Не знаю, блядь. Хуя! Это поворот. Короче говоря, продолжение следует. Мы очень надеемся, что вам понравилось. Давайте наберём под этим роликом 120 тысяч лайков, и уже скоро выйдет третья часть. Кстати, не забывайте переходить по нашу... Видос офигенно получился, на самом деле. Концовочка прям такая разрывная. Я такой, нихрена себе, прикольно. И интересно, почему он должен знать об этом. С нетерпением будем ждать третью часть. Я думаю, я понимаю, будет она заключительная. Лайк усопоставил. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарии. Не забывайте поджимать бубенчики в следующей ссылочке в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.